В названии не каламбур и не оговорка. Действительно существует несколько вариантов этого латинского корня. Эволюция это изменение в сторону усложнения, усовершенствования и так далее. Мы знаем эволюцию, например, в живой природе. Мы можем говорить об эволюции конкретной личности. Что касается эволюции, то это как раз противоположный процесс. И о нем-то я и хочу поговорить. А революция это уже из области политики. Изменение существующих нравов, религиозных взглядов, представлений научных. Ну и естественно политический смысл это слово тоже имеет. Поскольку я прожил совсем немного, то есть всего 65 лет, то я не могу, конечно, отчитываться за длительные процессы. Но вот эти годы пришлись на довольно быстрые процессы. С одной стороны прогресс, да, то есть когда я родился, телевидения не было вообще, а радио было с одной программой. Телефон, разумеется, был, но в основном у высокопоставленных начальников или людей к ним приближенных. Значит, в общем, многого чего не было. Вот. Я был, как говорится, с детства вовлечен в бедность и нищету. Поэтому, скажем, у меня не было не только, так сказать, лучших там вариантов игрушек, там железных дорог, там говорящих кукол или тамагочи. У меня не было даже, там, приличного мишки плюшевого. Вот. И все это вокруг порождало в нас, значит, необходимость себе делать игрушки, делать себе различные, там, приспособления, там, самокат, сколотить из досок, значит, там, заниматься камнями вместо гантели гирь и так далее. Поэтому мы вынужденным образом эволюционировали. Ну, понятно, что у всех были разные старты, и физически, умственно одаренные, значит, достигли большего, чем те, которые имели другие показатели на первом этапе. Ну, как говорит персонаж в фильме Кинзадза, скрипач, вот, этот горький катаклизм, значит, все-таки случился и в моем поколении. То есть те, у кого с детства было много всего, далеко не всегда эволюционировали. Наоборот. Ну, чаще слово, значит, деградация, но будем говорить именно инволюционировали. То есть, имея возможности получить и хорошее образование, хорошее воспитание, они становились детьми избалованными, значит, потом инфантильными личностями, у которых мимо все так и пролетало. Поэтому часто получалось, что человек, который начинал с низкого старта и имел чистолюбие и потребность в развитии, достигал большего, чем те, у кого было всего дофига. Но не всегда потом, значит, социальная система СССР была справедлива. Меритократия, то есть, когда должность занимает тот, кто ей наиболее соответствует, у нас тоже не работало. У нас могли там всякие дочки-сыночки. Даже есть такое, так сказать, явление, как подшучивание над союзом писателей. И, значит, те, кто становились писательницами, значит, не имея на то ни способности, ни таланта, ни мастерства, значит, все равно издавались. Если это была жена писателя, то назывались жописы, вот, а если дочка, то пис дочки. Значит, примерно такая же ситуация была и в науке, и в многих других областях. Ну, разве что в спорте там нельзя было пролезть, не имея высоких достижений, но на любые другие должности и возможности, значит, претендовали многие. Сейчас такое ощущение, что чем больше у ребенка с детства игрушек и технических средств, тем меньше у него, извините за переход на простую лексику, мозгов. Чем больше он сидит в планшете или телефоне, тем меньше у него в голове чего-нибудь остается, тем хуже у него память, хуже способность к устному счету, письму, значит, запоминанию каких-то соотношений, логическому мышлению и так далее. Я уж не говорю о том, что, значит, повсеместно восторжествовала потребность жить хорошо, ничего не делая за счет родителей или там научиться слегка подрабатывать где-нибудь там что-нибудь в интернете, какие-то ролики выкладывать, причем, значит, поскольку людей со слабыми мозгами и низким вкусом достаточно много, заработать, как выяснилось, можно на непристойностях, гадостях, пошлостях, поскольку на это гораздо больший спрос, чем на какие-то там умствования и прочие эволюционные моменты. Обратимся к тому, что цветные революции тоже свидетельство отнюдь не эволюции, а как раз инволюции. Вместо учиться люди начинают заниматься всякой фигней, в том числе участвовать в процессах, сути которых не понимают, но все равно им хочется перемен. Просто перемен. Побузить, бесчинствовать, повыпендриваться, потом, значит, выложить в сетях. То есть вот эта вот мода на революцию, это, конечно, ужас и ужас-ужас. Вот. Одно дело, когда люди протестуют, имея, как говорится, голову на плечах, и другое дело, когда этой головы нет. Примерно это мы можем наблюдать на примере многих событий, значит, и ни в коем случае не занижая ценности прогресса, социального прогресса, демократии. Свободы, равенства и братства. Все-таки хотелось бы понять, в чем эта свобода будет состоять. В том, чтобы отнять и поделить что-то. В том, чтобы как-то распределить в свой карман, создать какой-то новый мир, значит, весь мир, значит, какой-то мы разрушим до основания, а затем, а будет ли это какой-то? Затем. Затем. Затем.